Добрались до орехов. Человек, который продает орехи, как тебя зовут? Пахром. Пахом? Борис. Борис тебя зовут? Бахром. Борис говорит, ты, наверное, немецкий, говорит мне. Я ему говорю, ну, про хенджедойч, говорю? Нет, я из Сибири. Из Сибири, очень холодный, да? Телеканал «Диалоги о рыбалке» приехали посмотреть, какие у вас здесь орехи. Страна доброжелательных людей, натурального хлопка и сочных фруктов. Страна тюбитеек и самого вкусного плова. Страна, куда я прибыл впервые по приглашению Госкомтуризма. И это все я о Узбекистане. Своё путешествие я начинаю в Ташкенте, столице Узбекистана, в огромном современном мегаполисе. Это планета рыбака. Не переключайтесь, меня зовут Саша Волокитин. Всё будет клёво. Мы сказали, что в Ташкенте очень красивое метро. Как молодёжь живёт в Ташкенте? Чем занимается? Хипстеры, вейперы, вот эти все присутствуют, нет? Нет, нет. Ничего такого? Нет. Белые розы, белые розы, без осёжения. Приятная музыка. Юра, что, Юра, что, что, но. Ну что, вот и на метро покатались, собственно. А дальше на 11 маршруте прямиком по Ташкенту. Субтитры создавал DimaTorzok Что знаешь ты о Узбекистане, мой дорогой друг? Что здесь самый вкусный плов и самые спелые дыни, не только. Здесь водится рыба, которую местные называют Маринка. Небольшая река, Черчик. Здесь уже с утра для нас, для всех Алишер работает удочкой. Очень интересно работает. Мы сейчас всё у него выясним. Для вас, Марина Владимировна, для меня Марина, для них Маринка, потому что они здесь живут. Алишер! Вот так мы должны подозвать человека, чтобы он хотя бы вышел к нам, и мы начали с ним как-то диалоги о непосредственно рыбалке в Узбекистане. Алишер, выходите! Алишер! В чём ценность всей рыбы, которая называется Маринка? Как её ловить вообще? С чем её едят? И правда ли, что она ядовитая? Потому что в Википедии написано, что рыбу эту есть можно не всю. Правда ли? Рыба сама не ядовитая. Внутри, когда разрезаете кишки, вот чёрная плёнка есть. Вот и икра ядовитая. Ой, а так хотелось Маринкиной икры, а не получится? Не получится. Ихтеолог за моей спиной там где-то стоит, и он так сделал. Хотелось Маринкиной икры, но не получится. Как ловить её? Что это? Смотрите, для меня это опарыш, для вас? Нет, это колючка, это личинка осы. Колючка. Здесь везде колючка. Колючка называется, да? По-разному, кто ёжик называет, кто колючка. Здесь есть и верблюжья колючка. Осторожнее ужалить может. Правда? Да, да, вот, смотрите, жало на конце. Нет, то есть она вот реально, я только хотел спросить, как коса может укусить? Да, да, да. Как добывается это? Вот в воде камни ставим, сетку ногами ковыряем на великах. Алишер отправляется в реку, обратно в Освояси, закидывает свой сказочный невод, который сегодня в виде удочки. И мы ждем, ждем, ждем поклевки-маринки. Меня зовут Ибрагим. Ибрагим, очень приятно. Очень крепкое рукопожатие. Сразу видно, что удочку держите не впервой. Да, я люблю ловить. И выхожу утром и вечером. Но сейчас у нас пока клево не идет, но мы будем ждать. И самое главное, что рыбак должен знать свою наживку. Если он знает... Какая твоя наживка? Моя наживка разная. Я ищу по природе. Природа сама подскажет. На воде ягод хорошо ловится, на парш хорошо ловится и на кузнечик. Когда сидят все рыбаки, у кого-то есть клев, да? О, не уйдет клев. А мы потом идем, спрашиваем. Нужно подсмотреть. Да, рыбак, рыбака. Да, да, рыбак видит издалека. И спрашивает, на что ты ловишь? У нас все приманки есть, все у нас хорошо. А у тебя что-то ловится, а у нас не ловится. А у него волшебное слово. Да, у него... Может быть, может. Мы потом спрашиваем, а оказывается, он ловит на самсу. На самсу. То есть, это сейчас ты говоришь на полном серьезе, что я пришел ловить рыбу на самсу, еще на что? И на лепешку. И на лепешку. И на лепешку ловится. На лепешку это нормальное явление. Да, да, да. Еще? А фрукты, овощи? Так, на дыню. То есть, не на самом дыне, а где косточки есть, там, слизистые. Вот на него можно ловить. Что можно ловить на нее? Маринку ловить можно. Маринку ловится на дыньку. Да. Маринка такая, девчонка, которая любит фрукты тоже, как и все. Да. Раньше привозили из Казахстана, угощали ее друзья вот рыбой этой, маринкой. И голова у нее якобы несъедобная, нельзя есть. А, ну да, по книге я когда читали, мы тоже не съедобно. Но мы кушаем, пока не отравились. Развеяли сомнения все? Вообще, каким способом можно ловить? Смотри, вот ты любишь на проводку еще как ловить? На донку ловить. На донку? На донку. Донки и проводки, и поплавочные. Да? А почему я на проводку люблю? Надо ходить все время. А, кстати... Активную рыбалку любишь? Да. Еще ловится хорошо на тутовник. На тутовник? Господи, как я люблю тутовник, ты не представляешь. Я тоже люблю, но Маринка очень обожает. А тутовник отошел уже сейчас? Не сезон? Да, не сезон, уже все, уже отошел, уже все, уже нету. У нас тутовник очень много, так что... У нас нет тутовника вообще. У вас нет? Нет, у нас картошка. А, картошка, солим. Да. Вот, и тутовник можно поймать очень много рыб. Я поймал за день по 20, по 15 штук. И, кстати, и такой размер большой, килограмм, двух килограмм ловить. Слушай, ну это удивительно, что рыба пьет на ягоды. И все удивляются, как ты ловишь. А я говорю, вот на тутовник ловится. И, кроме этого, надо тоже какое-то мастерство иметь. Если у тебя нет мастерства, и ты не чувствуешь... Но у тебя мастерство присутствует. Да, год за годом все увеличилось, я опыт набрал, и у меня получилось на проводке ловить Маринку. Есть какие-то хитрости здесь, нет? Хитрости... Давай, не будем ломать. Да, да, да. Слушай, ничего хитрого, обычный народный фидер такой, вот мылища Барнауле ловим таким вот образом. Каши набил, закинул и вот. Вот. Ну, хитрый-хитрый, ничего там здесь такого нету. Здесь у меня... Делает все короткий монтаж. Короткий монтаж. Ты делаешь поводок подлиннее, да? Да, подлиннее. Почему я делаю подлиннее? Потому что было естественно, она... Угу. Я понял. Да. Можно посмотреть? В общем-то, в общем, вот ничего, ничего сложного. И результаты у меня на 90%. Ничего необычного. Груз. Груз, да. Вертлюг. Поводок сантиметров 50-60 и заглотыш. Очень маленький крючок. Ага. Вот он. Все. Изи, как говорят молодежь. Да. Но многие короткие делали, у них улов не получается. Потому что опыта. Опыта. Никакого. А это же как трава, она естественно идет. Понимаете? И рыба, маринка сразу бьет. И она быстро плавает. Смотрите, я сейчас только что представил, что я маринка, и смотри, только мне показал. Я сразу оп, и все, и схватил. Я схватил даже. А рыба, представляете, она дуреет. Так что, Саша, монтаж готов. Теперь начать надо. Надо. Так, давай остановимся на наживке. Давай. Вот наш водянка. Как называешь это? Вот это водянка называется. Водянка, колючка, как кто называет? Да. Вот. Это на самом деле оса будет. Да. Да? Так, какой выбираете? Я выбираю вот эту. Колючку. Колючку этот. А у тебя вот эта водянка, это не колючка, да? Нет, не колючка. Слушай, надеваем ее на крючок, чтобы жало не торчало, или как угодно. Так. От начала. Вот, вот. Ну вот так пойдет, да? Да, не как червя. Не как червя? Не, 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 не. Вот так просто, да? Можно вот так. А ничего страшного, что жало оголено? Не, ничего. Потому что, когда она двигается, двигается, рыба подходит на это. Слушай, ничего хитрого абсолютно. Ничего. А ты водянку, да, выбираешь? Да, все. Вот она. Вот она. Даже жало видно, но ничего страшного нет. Она вот так будет все время двигаться, и морика будет... Тоже шлурами, да, это вы здесь рыбачите? Предпочитаете монтюр? Ну, бывает такой момент, это большие рыбы попадаются. И пелетенка мне помогает вытаскивать большие рыбы. Так что... Ну что, начнем? Да, конечно. Вот, наконец-то долгожданная поклевка. Слушай, ваше... Только, да, чуть-чуть надо быстрее, потому что под камнем пойдет. Ну, это не крупный? Да, нет, это не крупный экземпляр. Да. Ну, приятно. Ну, вот я подержал в руках ту самую знаменитую ядовитую рыбу, маринку. Как готовят ее, в общем? На масле, жареной масле. Жарят и все? А уху не варят? Уху нет. Больше жареная, да? Да, жареная очень вкусная. Эх, самсы бы поесть сейчас, кстати. Самсу очень хочу. Сейчас фрису. Вот, Саша. И неоткуда, да? Лет на 5 лет. Спасибо. Слушай, узбеки постоянно едят вот такую еду, да? Угу. То есть это каждодневная еда любого узбека? Во время обед тоже можно кушать. И на завтраке, и на ужин. Вот смотри, завтрак россиянина, это что? Омлет, каша, обед, борщ, котлета, пюрешка, иногда с макарошками. Что такое завтрак и обед, вот, человек, который в Узбекистане живет? В нем все заложено, здесь мясо, лук есть. И когда это кушаешь, целыми днями сыты ходишь. То есть, самсу ты можешь есть в любое время. Любое время. То есть, каждодневная еда? Да, 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 да. Я бы не смог есть самсу каждый день. Для меня это слишком... Тяжело. Сытная, да, тяжелая еда. У вас там суп, да? Ну у вас же тоже есть суп? Да, у нас есть суп. У нас сова есть. Шурпа. Шурпа есть, да. Бишбармак тоже у нас есть. Я доберусь до этого всего. Обязательно. Угу. Вот он и мастер-класс, дорогие друзья. От Ибрагима. Чувствуешь? Что-то большое. Покрупнее, да? Да, да, да. Аккуратно. Ну да, это, смотри, это покрупнее рыба. Кстати, здесь очень вода прозрачная. Издалека видно рыбу. Осторожно, осторожно. Вот она какая! Вот она. Слушай, ну тебе сегодня на правах старшего товарища и наставника, конечно же, повезло немного больше. Ну, повезло мне. Держи, да. Я даже очки сниму, чтобы рассмотреть ее получше. Да, где-то 600-700 грамм, наверное. А мне кажется, где-то 400-500. А, 400. Ну, не приврать, историю не рассказать. Да, рыба на самом деле очень красивая. Похожа чем-то чешуей, похожа немного на османа. Она головой похожа на усача или на пескаря, только на очень большого. Какой благородный вид. У рыбы это не какая-то сорная там, такая наша рыба, которую мы привыкли ловить. Интересная. Да, узбекская национальная рыба. Слушай, не знаю, как вы, мы отправляемся далее жарить рыбу и смотреть, какая рыба здесь еще живет у вас в Узбекистане. А живет в Узбекистане у нас, я так понимаю, сом, форель. Форель. И шука. И щука живет, а еще судак. Судак живет. Карась. Карась. И змей-голова у нас есть. Змей-голова. Хищная рыба. А знаешь, как будет карась на латынском, на латыни? Толон. Нет, карасиус карасиус. Я просто общаюсь с актеологами очень много сейчас. Очень много знаю. Ладно, давай выпустим эту рыбу, наверное, и гоу дальше. Да. Мы прибыли в ташкентский зоопарк. И осматривать животных без сладкой ваты, как в детстве, не имеет никакого интереса для меня. Смотрите, какие дела. Мы сибиряки, да, везде ищем медведя, чтобы побрататься. Здесь в ташкентском зоопарке мы тоже его нашли. И мы купили ему гостинцу за 3000 сумм местные деньги. Именно так называются. Медведь белококтный здесь живет. Он уже готов ловить, видимо, что-то. Смотри, он. Спасибо, говорит. Спасибо, говорит Рахмат. Ну-ка на. Опля. Так он дрессированный же, слушайте. Обязательно вы должны знать, что если в вашем городе где-то есть пруд, в котором живут китайские карпы, то туда нужно прийти и кинуть монетку для того, чтобы в вашей жизни все было клево. Клево. А мы продолжаем путешествовать по ташкентскому зоопарку. Верблюда пообнимали, карпов поснимали, жирафа потрогали. Две банки сбили и теперь направляемся к знаменитой ташкентской телевизионной башне. Попасть сюда не особо просто. На входе ты предъявляешь документы, удостоверяющие личности, уже потом, оставив все предметы, которые запрещены, двигаешься по коридору в сторону лифта, чтобы подняться наверх к башне. Молодой человек по имени Ислон, который нас сегодня сопровождает, знает о башне все. Расскажи, почему туристу стоит сюда приехать? Здравствуйте, очень приятно вас познакомить. Это башня, точнее телебашня, общая высота 375 метров. Это получается самая высокая телебашня в Центральной Азии. Сейчас поднимите ровно 100 метров. Ровно 100 метров. Там есть смотроплощад. Выше можно? Ресторан, да. А еще вещи 110 метров. Именно вот здесь есть, там есть ресторан, который вот так крутится, синий ресторан. В Центральной Азии самый популярный ресторан. Койнот называется? Как называется? Койнот. Койнот. Да. Койнот самый популярный ресторан в Юго... В Центральной Азии. В Центральной Азии. Потому что это крутится, который 110 метров. И потом. А второй класс он нельзя. Почему? Потому что это технический этаж. Там аппараты ради связи, ради вещения, спутни. Самая высокая точка, на которую мы можем подняться, это? Это 100 и 110. 110 метров. Всего-навсего, господи. Мы-то думали, на самую верхушку у нас пустят башню. Сейчас поднимите и смотрите. По-моему, очень понравилось. Ты с нами или боишься? Нет. Почему боишься? А, он не боится, ему нужно с нами приглядывать. Ну, ладно, ладно, договорились. Пойдем. Да, ладно. Немного страшно, потому что механизм показан на экране. Все это как-то так... Уши заложило, кстати. Выходим, 33 этаж. А вот здесь уже, как говорится, праздные зеваки. Вот они все собрались. Все смотрят на ташкентцы высоты птичьего полета. Старый город. Старый город, это я наслышан. Мы находимся на старом ташкентском рынке, который называется Чорсу. Это та самая часть рынка, где продаются овощи, фрукты. И на потолке висят птички, которые поют. Я вчера своими собственными глазами видел, как в центре Ташкента люди ловили этих птиц. Для чего, задался я вопросом. А для того, чтобы вот они здесь висели, закутанные в клетках и красиво вот так вот пели. Слышно уже, наверное, как они поют, да? Сколько стоит одна репа? Тысячи дайте. У меня нет тысячи. У меня вот... Есть у нас. Одна бумажка, да? А здесь это вот. Могу вот... Расшвыриваться деньгами в Узбекистане. Одна репа заворачивается в пакет специально для меня. Репка та самая. На Россию идет? На Россию идет. Вот репа. Спасибо. Вот так. Вот, класс. Спасибо. Спасибо. Как торговля вообще? Сколько можно за день продать риса здесь? В стране, где очень любят плов. Вот, ладно. Сколько можно его за день продать? Девенадцать тысяч это. Нет, сколько можете продать его за день? Сколько? Да. Двести килограмм. Двести килограмм. За день можете продать? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это вот что такое у вас продается? Это инжир. Местный инжир. Это тот инжир, который сушат потом, да? Сушеный будет у вас. Это местный инжир. Господи, я всегда думал, что... Фиолетовый инжир. Это вообще лечебный. Который продается в наших степях, когда есть инжир. Нет, я ошибался. Это... Это полезно. Это очень вкусно. И полезно. От фиолетового это очень сильно отличается от инжира. Это обалдеть. Мне подарок. Гранат. Мне подарили гранат только что. Граждане Узбекистана. Представляешь, просто безвозмездно в подарок. Где я в России буду идти по рынку, мне скажут, о, Санек, булку хлеба будешь? На. А здесь вот, на. Забирай. Вот, могу подарить. О, это мне в подарок? Да. Я не знаю, что я вам могу подарить. Я могу вам, знаете, что подарить? У меня есть значок, смотрите. У меня есть значок диалогов о рыбалке. Да? Да. Это такой телеканал у нас в России. Мы путешествуем, рыбачим. Вот на базар зашли сегодня, на рынок. Вот. Вот. Вам в подарок. Лепите себе на куртку и будете говорить, что это подарок из России, от телевизионного канала «Диалоги о рыбалке». Все будет клево. Да? Все. Во, вот так. Спасибо. Мужик хороший. Да, спасибо. 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 В голодном состоянии на Восточный базар приходить нельзя, потому что хочется все попробовать. И одним подошел, ко вторым, к третьим, все. Можно не обедать уже. Да, да, да. Уже все попробовал, пошел дальше работать. Да, да. Ну что, мы продолжаем путешествовать по Узбекистану. Сегодня от «Диалоги о рыбалке» прибыли в клуб семейного отдыха «Голден Фиш». Когда-то здесь протекала река Карасу, теперь здесь все облагородили, запрудили. И здесь огромное многообразие рыбы. Осетр, форель, белый амур, африканский сом. Могу перечислять до бесконечности. Красиво, здорово. Будем пытаться ловить. И уточки мне нравятся. А уточек будем щипать за хвост. А вы смотрите. Очень здесь все по-узбекски устроено. Дастархан. Большой стол, ты, гляди, кто-нибудь принесет тебе плов. И вода кругом. Вода, в которой живет практически вся рыба, даже осетровая. А осетровая рыба, говорят, что для Узбекистана, собственно, в новинку. И вот как раз отсюда она в промышленных масштабах уже по всей стране и распространяется. Если бы я сегодня поймал какую-нибудь осетровую рыбешку, я был бы очень даже счастлив. Не знаю, как вы, а я точно. Мужчина, на что ловите? Вот видите. Ничего не понимаю. Что-то на своем, что-то на своем. Нужно учить языки, в который раз говорю. Странный узбекский мужчина по имени Михаил. Ну, ничего, мы поймаем еще сейчас. Вот она. С этой рыбой мы будем фотографироваться. Ее мы подальше сейчас на берег вытащим. Ох, тяжелая какая. Специалисты говорят, что форель – это пресноводная форма лосося. А еще у нее, как и у каждой рыбы, есть латинское название. И если я сейчас за кадром спрошу, как она называется, то мне скажут. Сальма Гайднери Эридеус. Сальма Гайднери Эридеус. Вот. Сальма Гайднери Эридеус. Радужная форель. Как думаете, экземпляр, на сколько потянет? Я думаю, на кило точно, может быть, да, чуть больше. Кило 200, кило 300. Первая радужная форель, которую добыл я самостоятельным образом, с помощью спиннинга. И вращающиеся блесны. И, пожалуй, эту форель мы сегодня и попробуем. Если она, конечно, не против. Расскажи, пожалуйста, какую рыбу я вообще здесь могу поймать? А, здесь у нас можете поймать. В этом озере только форель, да? Сазан, карп. А если глобальный? Глобальный. У нас есть Беломур, Толстолоб, Айстровое озеро. Да, вот и рыба, рыба, рыба. Ибрагим, неси подсак. Ну, слушай, это не крупный считается, да? Да, это не крупный. Какой-то темный такой довольно-таки. Вот такая хапнула воздух, и как бы успокоилась. Но, слушай, зато она интересна тем мне, что рот у нее находится. Здесь он такой настоящий, как, знаешь, как у человечка. Да, это маленькая, мы же поймаем большую и крупную. Выпускаем, да? Да, выпускаем. Хорошо. Поймали, отпускаем. Вот это моя любимая, кстати, рубрика. Называется «Поймал, отпусти». Да. Да, давай, погнали. Передвинулись мы немного с Ибрагимом. Пять минут прогулялись к другому пруду. Знаешь, кто здесь, говорят, живет? Африканский сом. Африканский сом в Узбекистане, да? То есть чувствуете уже подвох? Также будем ловить его на мясо. Хищная рыба. Так, ладно. Ловись сом африканский и не африканский. Кто-то, кто-то, кто-то бойкий. Да, это сом, это сом, это сом. Смотри, 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 смотри. Давай, 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 Ибрагим. Вот я думал, ты первый поймаешь, но нет. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Аккуратно, аккуратно, свою не зацепи. Давай, 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 давай. Вот он, африканский Вот он, африканский Так, давай Рассмотрим-ка мы тебя поближе Ну, это кутенок Небольшой совсем Давай-ка иди сюда Я вообще с самым, на самом деле, познакомился В Астрахани Впервые Я поймал там его На кастмастера Пытался поймать жереха Тюнул сомик И приблизительно вот такой же вот Так же вот он и был Ох ты, какой ты скользкий-то, а Вообще, африканский сом Очень живучий Считается хищной рыбы После пиранец И живет без воды Три дня Достигает до 60 килограмм 8 усов, ты посмотри Да, 8 усов Очень чувствительный Слушай, вот тоже рыба, да, ни на что не похожа Ну, как бы, если только на налима немного Такой весь мягкий, как Не знаю, как субстанция какая-то, как холодец Ну, класс, миссия выполнена Сом пойман Победа Держи краба Поздравляю, Саша Да, спасибо большое По-моему, это достойное завершение ташкентских путешествий С вами диалоги о рыбалке Это планета рыбака Не переключайтесь, и все будет клево Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok